привет друзья меня зовут василий вишневский вот на такой небольшой речушке держится обычно зимородки зимородок очень красивая птица из отряда ракша образных куда раньше много кого относили потом стали разделять вот тут вот сизоворонка золотистая щурка такие вот яркие родственники про золотистую щурку я уже делал репортаж а зимородок очень долгое время мне не давался по съемкам ну и сейчас я не могу сказать что я полностью удовлетворен сегодняшним результатом есть еще много много чего нужно снимать с этим зимородком даже сегодня пока не было у меня охоты с добычей рыбы то есть момент был но я его упустил не успел заснять но самое главное то что мне наконец попался не мне попался вот сейчас насочиняю не мне попался попался михаилу веревченко это человек который даль давно уже болеет природой путешествием походами по природе и очень хорошо он изучил тульскую область и соседние и даже он помогал мне еще и в калмыкии мы с ним этом году в калмыкии пересеклись и он второй раз помогал мне уже поснимать зимородка в тульской области один раз я уже ездил немного в другое место но к сожалению поснимать не получилось это было осенью по моему хотя видел я и подлеты были но они были всех атаки как коротенький очень а сегодня вот очередной раз я долго собирался точнее собирался не долго долго думал и думал ехать не ехать потому что достаточно далеко от поскольку и практически как будто я по времени дальше чем в деревню к себе приехал но я не пожалел я не пожалел потому что ну казалось быть тут такая обычная речка много таких но вот там есть веточка на которую садится зимородок и садится с такой достаточно стабильной периодичностью соответственно мы когда пришли сюда мне все объяснил да самое главное что я не просто там на точку приехала мне я еще заехал и мы вместе приехали сюда с михаилом он приехал все показал когда мы подошли зимородка не было и потом я взял всю технику пришел я с техникой начал располагаться и зимородок бац и подлетел прямо при мне то есть я еще не успел расставить палатку сидел только успел сделать пару фотографий пока настраивался только подлетел зимородок сел посмотрел на меня улетел расстояние то тут небольшое метров наверное 10 может быть 7 но для моих задач это вполне подходит особенно для видео и фокусное расстояние 200 800 миллиметров я как раз не неспроста менял фото объектив так что вот такой достаточно контактный зимородок один судя по всему самец и наверное он носит корма самка все еще сидит с птенцами наверное они еще не такие большие потому что вот он рыбку сегодня маленькую поймал и улетел с ней сразу то есть даже обрабатывать не стал вот это тоже немножко странно видимо передаст самки она уже там разберется что с ней делать может быть сразу ее съест может быть с корме птенца ну вот до чего мне еще не хватает так это съемок у норы но я надеюсь рано или поздно получится и это сделать потому что по крайней мере с щурками это не так уж сложно и как раз у щурок например приходится время активное время кормления птенцов которые уже высовываются из нор как раз на июле даже начало августа когда уже большая часть птиц закончила свой основной сезон размножения но по предыдущим выпуском вы знаете что птицы начиная там с марта апреля и заканчивая августом даже иногда начало сентября могут заниматься размножением многие даже воробьиные птицы но зимородок конечно в первую очередь вот своей удивительной окраской поражает сегодня когда зимородок сел он достаточно быстро улетел когда я сидел открыто но потом я поставил палатку прошло некоторое время и он опять сел на ту же излюбленную веточку и посидел уже подольше и потом уже когда немного я поснимал тогда я только осмелился на голосе кстати сначала даже вообще не пытался приманивать и сам главный зимородок молча все делает обычно они когда летают они все-таки подают голос а этот такой молчун конспиратор может быть у него где-то здесь неподалеку совсем нора и может быть поэтому он так себя ведет осторожно ну и в общем то я пытался вот что сделать вот там видно или нет сидит видите зимородок но не настоящая игрушечный но при этом сделанный очень похожим практически в натуральную величину похожим на живого зимородка я эту игрушку купил еще года три назад или больше очень долго он со мной ездил в машине я много с ним пытался снимать и у себя зимородка думаете у меня нет зимородков конечно есть но они абсолютно не снимаем и очень осторожны и хоть палатку ставь хоть что они просто не будут садиться вот на присаду а а сразу будут улетать если поставить палатку а тут вот самое главное нашлась такая особь взрослый причем насколько я понимаю которая позволяет себя снимать даже открыто с небольших дистанций и это удивительно очень бы хотелось чтобы размножение вот этого забе прошло успешно и хоть как-то хотя бы в какой-то части потомков закрепились закрепилась вот эта особенность поведения которое позволяет с ними как-то общаться поближе с зимородками потому что всегда интересно с короткие дистанции наблюдать за жизнью птиц и чтобы хоть какое-то доверие завоевать я-то конечно доверие завоевал но вот эта игрушка которая поставил я очень долго тщательно приматывал к проволокой вот этой веточки веточку примастачил и только я залез в палатку я даже не успел закрыть за собой еще дверцу вот эту на молнии поворачиваюсь смотрю уже сидит рядом на расстоянии метра от бутафорского от игрушечного зимородка сидит настоящий и главное он так долго сидел что я смог его поснимать и средним планом и в общем и крупным планом а он просто сидел и думал что же делать вот с этим товарищем не голоса я не включал ничего сидел он сидел мне кажется минут двадцать или тридцать потом даже булькнул один раз в воду но ничего не поймал то есть я не знаю может это он хотел показать что он тут охотиться может действительно заметил рыбку просто не получилось поймать и потом уже после этих всех демонстраций он потихонечку потихонечку по веточке подошел к этому плюшевому товарищу и даже и вот наконец он заговорил друзья так нет он заговорил что-то пытался ему объяснить но молча молча слушал без движений без реакции вот этот плюшевый зимородок все что ему нашептывал хозяин территории почему вот он так делает потому что у зимородков есть вот охотничьи участки они в основном ловит рыба рыбу и себе и птенцам и с этих охотничьих участков они конкурентов конечно прогоняют причем они это делают не только вот период выкармливания птенцов но и другие даже когда они остаются зимовать потому что если речка не замерзает то зимородок может зимовать как и многие другие птицы чья жизнь тесно связана с водоемами если водоем не замерзающий могут оставаться то есть а 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 ну вот поговорил он поговорил с этим зимородком потом перелетел на дальнюю на свою присаду и прям практически сразу же поймал рыбку маленькую и тут же с ней улетел то есть я вот это момента снять Не снял, но по крайней мере понаблюдал, потому что мне вот Михаил рассказывал, что мы, говорит, сколько не снимали его, не видели успешной охоты. Видимо, вот не так уж часто получается поймать рыбешку. Но рыба, корм такой, достаточно питательный, поэтому им и не нужно много ловить, к счастью. То есть они кормят, может быть, редко, но метко, потому что это все-таки не насекомые или не какие-то там семена мелкие. Хотя птицы, которые семенами кормят, тоже прилетают достаточно редко. Например, чечевицы. Чечевицы, да, они иногда раз в 40 минут прилетают. Ну и вот зимородок сюда садится с такой же примерно чистотой. 40 минут может быть перерыв. Я уже снимаю тут часа 4. Сейчас жарко очень, я вышел, чтобы передохнуть из палатки. И заодно вот поделиться с вами вот этим зимородком, который такой доверчивый, позволяет себя снимать крупным планом во весь кадр. Но это было бы невозможно, как вы понимаете, в первую очередь без вот помощи такой оперативной. Мне написал Михаил Веревченко. Если кому интересно, он регулярно проводит всякие походы на природу. И даже организует съемки из засидок не только на территории Тульской области, но и шире, и в Калмыкии, и в Карачаево-Черкесии, кажется, словом, очень деятельный. Как коллега, нет, я не могу сказать, что коллега, у меня таких сил и возможностей нет, чтобы так много ездить. Вы знаете, что я себя заставляю буквально путешествовать. Я даже сюда вот сколько, часа три, часа четыре сюда добираться, я прямо колебался постоянно ехать, не ехать, а вот съездишь практически день, потеряешь, а ничего не снимешь. Но, а причем главное, уже очень много у меня негативного опыта, то есть когда я приезжал, ничего не снимал и ехал далеко за зимородком. И, конечно, вот этот негативный опыт, он как-то все время давлеет и отговаривает вот от очередной поездки. Но, я просто сам себе так подумал, что наше дело пытаться, а уж получится или не получится, это тоже дело случая. И вот сегодня случай оказался на нашей с вами стороне. И в солнечных лучах, и в тени поснимал я. И самое главное, сегодня очень жаркий день, очень жаркий день сегодня, заканчивается практически первая декада июля. Только что зимородок здесь купался вовсю, купался, нырял, чистился. То есть я сначала подумал, что он так часто ныряет за рыбкой, а потом понял, что он слишком часто это делает и практически куда попало. И очень долго потом чистит оперение. Я понял, что он таким образом купался, вот даже интересно, так ли это. Но выглядело именно так, как будто он купается, а не охотится. Уж больно он тщательно после каждого нырка чистил оперение. Так что видите, даже тому, кто проводит много времени в воде, ну может быть не так много времени, но регулярно, все равно нужно отдельно приводить в порядок оперение. А что касается вот этого плюшевого товарища, все, он даже внимания на него не обращает. То есть после того, как он с ним пообщался, вот он. После того, как он пообщался, успокоился. И что есть, что нет теперь этого плюшевого товарища. Ну пускай еще посидит, вдруг он надумает еще, что что-нибудь полетает, полетает что-нибудь еще надумает. А так, в принципе, можно уже убирать. То есть вот первая реакция, она всегда самая интересная. Это вот практически стрессовая реакция на первое предъявление какого-либо объекта, субъекта, обстановки. Это, кстати, касается зачастую и привлечения на голос, что первый раз птица прилетает хорошо, а потом, когда понимает, что мелодия повторяется, а живого певца нет, все, реакция на этом заканчивается. Интерес птица теряет. По этой причине, кстати, и не очень хорошо, не очень эффективно работают отпугиватели в виде голосов хищных птиц. Они хорошо работают только один, два, три раза, ну и на каких-то пролетных птиц. А на местных уже нет. Поэтому вот крики хищников на вокзалах. Это уже так, какая-то традиция. Ну, по крайней мере, да, от пролетных, может быть, чуть-чуть остановят, каких-то пернатых. Ну, а местных там голубей, это уже никак. Этим уже не удивишь. Вот и здесь так же, и здесь так же. А еще в самом начале, еще до полудня, когда я снимал, там на той присаде периодически садились разные стрекозы. И некоторые, особенно в полете, вот они хорошо, заметно они крупнее, такие же голубые практически, как и зимородок. А между прочим, у голубой окраски, у нее есть свои секреты, особенности. То, что специального пигмента, который бы обеспечивал вот эту голубую окраску, по крайней мере, в оперении птиц, нет. И вот эта окраска голубая, она создается за счет структурных настроек, оперения, покровов птиц. И только за счет вот этого получается голубая окраска. Поэтому, кстати, она не так часто встречается. Да, наверное, плохо видно, но вот там летают вот эти голубые стрекозы, много их. А где вода поспокойнее, там и водомерки бегают. Ну и не унимается теньковка, пеночка-теньковка. Самцы часто халтурят и практически не принимают особого участия в воспитании потомства. Поэтому только с одной самкой разберутся и потом могут новую подыскивать. Вот сейчас получается почти скоро середина июля. И весь день поет, с утра до вечера, самец теньковки. Пекло жуткое, я вообще переживал, думаю, как я буду в такую жару снимать. А тут я сижу в тенечке, а зимородок, пожалуйста, на солнышке. Поэтому я крайне признателен. Михаил, большое спасибо тебе за помощь, за то, что ты мне написал оперативно. А уж дальше уже было дело за мной и за зимородками. Я очень признателен. И, конечно, признателен, друзья, и вам за внимание, за ваш интерес к природе, за вашу помощь. Потому что вы мне помогаете, друзья. Вы мне помогаете, прямо реально. Я крайне признателен. Большое вам спасибо. С вами был Василий Вишневский, добрый товарищ мой и ваш Михаил Веревченко. И самое главное, конечно, вот этот зимородок из Тульской области. Да, друзья, возможно, кто-то захочет приехать сюда поснимать. Но поскольку таких птиц не так уж много, и самое главное, не я нашел, то у меня спрашивать бесполезно. Связывайтесь с Михаилом Веревченко. И, возможно, он либо позволит вам поснимать, либо нет. Но это дело хозяйское. Потому что вот все-таки хочется, когда такие птицы спокойные есть, хочется, чтобы у них все получалось. Они успешно размножались, и уже потом появлялось их все больше и больше. Как, например, происходит с городскими популяциями черных дроздов. Уже достаточно давно они позволяют себя снимать. И, может быть, когда-нибудь мы дождемся такого же поведения от зимородков. Все зависит от нашего с вами отношения к птицам. Всем пока! Всем добра! Субтитры сделал DimaTorzok